Вы, наверное, обратили внимание, что в последний раз мы пытались, так сказать, понять одно из основных положений, которые, благодаря которому только, уяснив которые только, мы можем понять, что же совершил Христос. Я обращаю ваше внимание ещё раз, что мы так привыкли, Христос нас спас, Христос искупил, а что это значит? Вы, наверное, это, может быть, проходили по западным исповеданиям, если нет, то, по-моему, говорили и мы несколько, что, оказывается, здесь всё не так просто в понимании, как это кажется. И часто неверные точки зрения, они приводят к совершенно искажённому пониманию того, что совершил Господь. И вот я вам напоминаю, что в прошлый раз мы говорили о личном грехе, который для всех нас понятен. Ибо сама совесть и разум наш, он говорит о том, что это такое. Но есть так называемый первородный грех, обращая на это внимание, поскольку на почве этого того или другого понимания целая концепция, сотериологическая концепция выстроена. И, как вы помните, приходилось подчёркивать, что в современном, большом катехизе католической церкви самый современный, то есть которому изложено вот современное понимание, не какое-нибудь там, знаете ли, средневековое, если хотите, да, современное. И там совершенно чётко, тем не менее, выражено, какая идея, что, оказывается, личный грех Адаму тяготеет над всем человеческим родом. Оснований к этому, как кажется, просто нет. По крайней мере, христианских оснований нет. Святые отцы не говорят об этом. И тем не менее, эта концепция греховности всех людей в силу, не в силу просто того, что Адам согрешил, а в силу того, что личный грех Адама тяготеет над ними, эта концепция, к сожалению, великому тяготеет над всей сатириологической системой католической и протестантской в, соответственно, церкве. Потому что, напоминаю вам, протестантизм – это законно рождённое чадо католицизма, которое лишь довело до точки логику католического учения. Католичество сказало дважды два – и остановилось в страхе. Протестанты сказали четыре – и поднялся шум. Четыре! Но это уже отдельная тема, о которой бы действительно стоило бы поговорить. Так вот, почему для нас всё это важно, мы сейчас увидим. И третье, значит, положение, я сказал, родовом повреждении. Да, я не сказал, первородные повреждения с православной точки зрения заключаются вовсе не в том, что будто бы мы несем на себя виновность за грех Адама. Ничего подобного! Об этом святые отцы решительно утверждают. Ничего подобного нет! Нет! Не ответственен сын за грехи отца! Это ещё писал пророк Иезекиэль. Так, в чём заключается первородное повреждение по святоотеческому учению? Я вам цитировал. Оно заключается в том, что природа человека, если хотите, как мы слышим перед Рождеством Христовым, Христос рождается, прежде падшей восставите образ, или прежде падшей даже воскосите образ. Представляете, какие сильные слова произносятся! В чём же заключается первородное повреждение? Оказывается, оно заключается в том, что первое – в силу отделения человека от Бога, в силу противопоставления себя Богу, в силу объявления себя Богом, помните, будете как боги! Что значит? Это же мысль! Как боги! Мы – боги! А если мы – боги, кто? Адам, Ева. Значит, он уже не он. В силу этого разрыва связи произошло глубокое повреждение человеческой природы. Это повреждение имеет две стороны, что для нас очень важно будет. Две стороны. Первая сторона заключается в том, что все наши положительные, Богом данные свойства исказились. Богом данные свойства исказились. Любые, какие угодно, пожалуйста, можно заключать. Любовь, смотрите, как исказилась. Смирение, во что превращается очень часто. Естественное стремление даже часто требует извращённого совершенно употребления и так далее. Итак, все даже добрые, Богом данные, богоподобные свойства, к сожалению, приобрели характер, который влечёт человека к ненормальным действиям, к ненормальным поступкам. Святые отцы, знаете, как грех называют? Противоестественным деянием. По гвоздям хорошо ходить? Ну, что вы это? Противно нашей природе. Именно грех в этом и состоит. Противоестественное дело, влечение к противоестественным деяниям. Итак, первое, что произошло, – это влечение к противоестественным, то есть, противном нашей природе, Богу данной. Второе, что произошло, – наша природа стала смертной, тленной и страстной, то есть страдающей. Страдающей! Чуть-чуть укололо нам что-нибудь, мы уже подпрыгиваем. Мы страдающие, мы постоянно находимся под влиянием. Вот эти вот две стороны, вот эти две стороны, если хотите, их можно назвать первородным повреждением. Так вот, первый грех, который совершил Адам, это действительно виновность его, это личный грех. Второе, что произошло следствие в результате его греха, и который мы носим, мы за него ответственности не несём, ответственности. Но от того, что я не несу ответственность, когда я иду по гвоздям, ну, хорошо, меня за это никто под суд не отдаст. Но мне-то хорошо или нет? Слышите? Не надо свешивать. Ответственности – да, я не несу, что я родился такой, мне хочется и то, и другое, и третье. Не несу. Но от того мне как? Полегче? То есть, кажется, меня никто не осудит. Но а боль? А страдания? Хочешь ты себе страданий? Хочешь ходить по гвоздям? Так вот, первородный грех, который, это как понятие, которого, кстати, я вам говорил, его у святых отцов нет, а есть первородное повреждение, как писал Василий Великий. Вот о чём, что произошло с человеком. Никакой ответственности не несём мы за это, в отличие от учения католической церкви. И, наконец, родовой грех, ну, вы помните, это действительно наследственность, которую все мы несём в себе и от родителей, и от дальнейших предков. Эти родовые свойства, они присущи действительно и отдельным племенам, и родам, и нациям, какие-то есть особые свойства, которые несут в себе потомки, потомки несут. Это очень важное тоже понятие, которое нужно особенно иметь в виду, когда собираетесь жениться. Учтите, очень важно посмотреть на эту веточку, откуда вы хотите взять себе яблочко. Посмотрите! Раньше в этом ой, как разбирались! Помните, я вам говорил, о, у них дедушка повесился! Нет-нет-нет! У них дядюшка там был вор! Ой, нет-нет-нет! Что вы! Оказывается, наша наследственность носит не чисто биологический характер, а духовно-биологический! И эта духовная сторона имеет огромное значение! Потому что продолжение рода будет какое? С учётом этих, мягко скажу, компонентов! Вот так! Я вам просто напоминаю, поскольку это очень для нас важно! И в связи с этим, обращаю ваше внимание на следующее важнейшее положение, без которого просто разгораются пустые споры и глупые выводы. Какова была человеческая природа Христа? Кто же он-то по человечеству был? И вот мы видим две крайние точки зрения. Первая точка зрения. Человеческая природа Христа была точно так же, как у первозданного Адама. По всем параметрам. Помните, я вам зачитал Яна Дамаскина, который с гневом пишет об автар-тадакетах, которые это утверждали и говорит, что если... Да, если он был такой, как первозданный Адам, отчего тогда он нас спас своими страданиями? Какой смысл тогда во всём этом? Одна точка зрения. Тогда что же? Тогда у него, значит, страдания были мнимые, и смерть мнимая. Тогда и спасение наше мнимое, пишет и преподобный Ян Дамаскин. Вторая точка зрения. Говорит, он, Христос, принятое человеческую природу, точно такую, как у нас, со всеми, со всей полнотой... То есть, какой? То есть, у него, значит, были и все страсти. Он также родился страстями. Эти две крайние точки зрения одинаково отвергнуты церковью, святыми отцами решительно. Но что они говорят, вот это учтите, вот, к сожалению, учтите, это нужно очень чётко понимать. Христос в этом отношении по своей человеческой природе явился уникальным явлением в истории человечества. Уникальным, то есть единственным. В чём же это единственное заключалось? Первое – в том, что он родился действительно без греха, без вот этого осеменения греха, о котором мы говорим, что все люди рождаются уже с этими, с греховными влечениями. Не было это у него. Он родился от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Первое – о! Каким был? Как первозданный Адам! А дальше? А дальше? Но смертным, тленным и доступным страданием, как все мы, как все мы люди, то есть сочетал в себе с одной стороны свойства первозданного Адама, с другой стороны – нашу падшесть, смертность, тленность и страстность. Об этом, ой, как пишут святые отцы, настойчиво, подчёркиваю, постоянно пишут об этих вещах. Вот, например, Григорий Палама. Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Это пишет Григорий Палама. Как он... Вот, например, если хотите, другое вам высказание. Господь имел безгрешность свойственному первому Адаму, без его, однако, нет ления, и имел тление, какому подпал Адам с осуждением на на рождение, без его, однако, греха. Если хотите, вообще, Максима Исповедника приведу преподобного, который чётко пишет, он прямо пишет, что Христос во время воскресения его естество преобразилось через непреложность произволения в нетление, имевшее место до этого. Внетление, то есть, а был тленным. Или в другом месте пишет, непреложность произволения во Христе, вам понятно, что такое непреложность произволения? То есть, его добродетельная, чистая и святая жизнь, вопреки первому Адаму, не так, как первый, а он, непреложность произволения во Христе вновь, послушайте, что делается, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Постоянно, ну, ещё я вам буду кое-что говорить, скажу вам, да, что произошло, каким это образом и так далее. Это очень важно, ещё раз подчёркиваю, уникальность человеческой природы Христа. С одной стороны, чистота и безгрешность, безгрешность, неосеменённость, непоражённость страстями, как у первозданного Адама. С другой стороны, при этом, полное, полное подобие, полное тождество с природой падшего Адама. Каким тождеством? Смертность, тленность, страстность под уникальность человеческой природы Христа. Вы знаете, сколько из этого спора войдёт? Спора войдёт! Это просто диво даёшься! Если церковь осудила, действительно, Фёдора Мапсувистийского, который говорил, что Христос по мере духовного возрастания освободился от страстей, это дикая вещь, то уже другая точка зрения, о том, что он имел совершенно и тело первозданного Адама, не подверженное ни страстям, ни страданиям, то это сколько угодно найдёте. У богословов, у святых отцов, я вам скажу, вот у меня тут десятки высказаний, святоотеческих высказаний, которые прямо говорят, прямо, решительно. Афанасий Великий даже восклицает, восклицает, я вам скажу, да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству. Он уже возмущённый просто был, Афанасий Великий, и пишет, да умолкнут утверждающие. И эти утверждающие, увы, до сих пор. Как влечёт это, как первозданный Адам, не понимая, что тогда из этого следует, тогда где же и в чём его подвиг? Что значит его страдание? Что означает смерть, если, оказывается, его природа человеческая не подвластна этому была? Ну, хорошо, друзья мои, вот так, это я вам напоминаю ещё раз, поскольку это очень важное положение, положение апологетики, поскольку эти вопросы к нам ой, как ставятся! Теперь два слова хочу сказать о другом. Я же сказал, что мы переходим к центральному пункту христианского вероучения, к подвигу Христа Спасителя, но два слова хочу прежде сказать. Учение о спасении было всегда в человеческом сознании. Почему? Да потому что находились в каких условиях? И войны, и болезни, и смерть. И все мечтали, где оно, золотое царство? Но это учение о спасении было очень различно. Я вам скажу, что само оно исходит из чего? Из природы понимания зла. природа понимания зла. Это отдельная тема, очень интересная была бы, но мы с вами не имеем времени на это, к сожалению, чтобы поговорить о природе зла. Но сейчас я вам просто только чётко хотя бы выскажу, что есть несколько видов зла. Первый из них – так называемое метафизическое зло, учение о метафизическом зле, о том, что это значит, что природа зла, она присуща не этому миру просто, а мета, понятно? За физическим, то есть там. То есть, речь вот о чём? О дуализме. И вы помните, были религии дуалистического характера, когда утверждалось, что есть даже два божества – добра и зла. Первое положение. Второе, которое мы находим, это духовно-нравственное понимание зла. В чём оно заключается, это духовно-нравственное? То, что злом является то, что разрушает естественные нормы жизни. Ну, это вполне понятно. Злоба, ненависть, убийство, коварство и так далее. Вот это духовно-нравственное понимание зла. Оно, так сказать, достаточно понятно и особенно не требует объяснения. Третья категория – социальное зло. В чём оно заключается? В несправедливости существующего строя, несправедливости экономических отношений. Вот в чём. Одним словом, несправедливость – это понятие включает в себя вот это вот понятие социального зла, несправедливость межчеловеческих отношений. Вот. Ну, и сюда входит естественный политический строй, сами понимаете. Например, возьмите рабовладельческий строй, да, или демократический, например, строй, возьмите. Тут все мы знаем, какая тут справедливость. Одни люди не знают, как до зарплаты дотянуть, у других миллиарды сыпется. Прямо полная демократия и свобода. Каждый приобретает, сколько у тебя хитрости хватит. И, наконец, ну, последний вид, который особенно всем очевиден, вам стоит иметь эти вот эти, знать эти категории. биологическое зло, болезни, страдания, всё, что связано с нарушением функций нашего организма. Но я вам скажу, что все эти виды, они в конечном счёте, если мы соотнесём это с мировоззренческой стороной, то их можно вместить в две, так сказать, в две точки зрения. это христианское и материалистическое или что тоже языческое. Кстати, обращаю ваше внимание ещё раз, проходили вы, не помню, говорили мы или нет, что такое язычество. Язычество – это всё то, что вне истинного христианского понимания. поэтому атеизм, материализм – это всё язычество. Не думайте, что язычество – это идолопоклонство, то есть поклонство каким-то статуям. Не обязательно, это достаточно древний вид. Много других идолов. Полно этих идолов. Сейчас всюду видим. Так вот, значит, языческое и христианское понимание зла. Языческое зло – всё вмещается во что? Вот в эту горизонталь земной жизни. Зло – всё то, что мешает жить нам вот сейчас здесь, на этой земле. Все виды. Но не просто это утверждается, а утверждается, что это есть зло, это есть и начало зла, и поэтому бороться надо с этим, чтобы победить его, надо бороться с ним. Каким образом бороться? Биологическое с помощью медицины, социальное с помощью устроения справедливого строя, духовно-нравственное устанавливать наилучшие законы и так далее. И всю историю льётся кровь за что? За утверждение справедливости. Восстают рабы, становятся господами, а господ делают рабами. И потом наоборот. И всю историю льётся кровь. Причина? Потому что видят, что источник зла думает вот здесь, вот в этих наших земных просто отношениях. Христианская точка зрения какова? природа зла зло совершается не в этой сфере, а в душе человеческой. Здесь рождаются идеи, здесь рождается как добро, так и зло. И поэтому основным источником зла является человеческое злое произволение, страсти, проще говоря. Страсти – вот источник зла. Не строй даже, если хотите, не болезни, не законы, которые, так сказать, не на высоте. Нет! А зло коренится где? В страстях человеческих. Вот они-то присущи нам. И задача человека осознать это, говорит христианство, и бороться с этим теми средствами, на которые указывает христианство. Но дело вот какого рода, надо сказать, это и очень интересно. Об этом тоже мы слышали, об этом тоже знаем, но факт такого рода, что праведников всегда было немного. И, как правило, они были жертвами насилия. Человечество живёт уже, ну, не важно сколько лет. Например, с точки зрения современных представлений, научных представлений, человечества существует примерно 30-35 тысяч лет. Это, я говорю, представление, но сходится в этом подавляющее большинство учёных. Гомо сапиенс, вот, человек нашего вида, существует приблизительно 30-40 тысяч лет тому назад. Считается, что великая катастрофа, которая в Библии называется потопом, Великим потопом, произошла где-то 10 тысяч лет тому назад. Ну, археология об этом говорит, так сказать, данных достаточно много. Но это, в общем-то, сами понимаете, не имеет что-ли существенного значения. Просто хочу только вам сказать, что никакой библейской хронологии не существует. Пожалуйста, имейте это в виду и не вздумайте там начать спорить, что сколько существует там род человек пять тысяч, пятьсот девять там, да, или семь тысяч, сущность и так далее. Нет библейской хронологии, слышите? Её просто нет! По Библии вы во веки веков никогда не сможете сосчитать. Иисус Христос, сын Давида. Понятно вам? Да? А Давид за тысячу лет до Христа. Я просто привожу библейский язык. Там это запросто вам такие слова вы увидите. Я хочу сказать о другом, что существует в человечестве десятки тысяч лет, а ситуация в смысле искоренения зла, победа над ним ни на одну йоту не изменилась. Так и идёт. Так и идёт. Льётся кровь. Чем дальше, причём, чем ближе к нам в смысле, тем больше и крови. Потоки уже. ХХ век превзошёл все века предшествующие по количеству пролитой крови. Такого никогда в истории не было. Вот так. Где же спасение? С материалистической точки зрения, как я вам сказал, нужно устроить настоящие законы справедливые, и всё будет в порядке. Достоевский по этому поводу заметил. меняйте как угодно формы, но страсти – это грех, в душе остаются. И пока они там, никакие формы и социальные изменения не приведут к благоденствию на земле. верно. Что говорит христианство? Христианство утверждает интересные вещи. Утверждает, если подойти формально, и особенно с точки зрения нерелигиозной, то утверждает вообще странные совершенно вещи, что будто бы Иисус Христос, который является богочеловеком, добровольно пострадал, в чём говорят, пострадал за весь род человеческий, именно так утверждается, да, и эти, и именно это его страдание, это его жертва добровольно, она является источником спасения человека, любого, и человечества, от торжества зла. Более того, крестом победил зло, вот что утверждается. Ну, сами понимаете, вот так просто сказать, ну, что тут можно? Ну, мало ли, что можно утверждать. Но к нам-то ставится вопрос действительно, что христианство утверждает это, и объясните, пожалуйста, что сделал Христос? что разве никто никогда не страдал на кресте? Сколько угодно. Никто не страдал так жестоко, как он? Сколько угодно. Почему его это страдание имеет такое значение? – Вот я вам скажу вопрос. На этот вопрос я вам скажу, опять по-разному отвечают западные и восточные и восточные христианства. Католичество, и за ним протестантизм, утверждает, что Христос взял на себя всю виновность, греховную виновность людей взял на себя. Тут много нюансов, сейчас мы не можем, если бы курс протестантизма и католицизм, было бы очень интересно это показать, но, увы, мы не можем. Одним словом, взял на себя виновность, причём как даже. Например, Лютер утверждает решительно, что верующему человеку, если он верит во Христа, что тот его избавил от Христа, уже грех не вменяется в грех, а праведность Христа закрывает его грехи от Бога. Слышите, какие концепции интересные? Причём, грешник, он остаётся грешником, но праведность Христа закрывает его. В католицизме там есть целая система заслуг, заслуг, в том числе и сверхдолжных заслуг, и сокровищница этих заслуг, которой распоряжается Папа и может их, так сказать, выдавать и так далее. Но суть остаётся всё той же. Вот такое внешнее снятие виновности с людей за их грехи. При этом вам, надеюсь, понятно, что с верующих и праведно живущих это снимается полностью, неверующие они все погибают и идут в нескончаемые мучения. Вот такова в целом, я бы сказал, кратко точка зрения. Кратко. В чём суть православного понимания? оно утверждает, что процесс, или, если хотите, акт спасения заключается не в юридическом этом акте, по которому будто бы Христос удовлетворил правосудию Отца, и таким образом грехи снимаются с людей. Ну, знаете, вот человек под суд идёт, но за него кто-то платит. Вот он должен платить миллион штрафа. Иначе он идёт в тюрьму. Находится человек, который платит за него. Всё, он освобождается. Это называется юридическое понимание. Так вот, всё западное понимание католическо-протестантское, оно носит вот этот чисто юридический характер. Христос уплачивает долг. Сам термин, который употребляется и апостол Павла, и он употребляет это в силу необходимости, пишет, например, к римлянам, употребляет термин «искупление», то есть «выкуп». Он пытается донести хотя бы на их языке. Но апостол Павла, вы знаете, сколько там терминов? И освобождение, и усыновление, и спасение. Знаете, сколько терминов! Но очень любопытно! Западная концепция именно взяла и в качестве первичного и главного «искупление», «выкуп», если говорить о католицизме, и оправдание – это особенно, этот термин берёт протестантизм. Но, в общем-то, употребляются все термины, так же, как, кстати, и мы употребляем все эти термины. Но я говорю, на чём акцент делается? Идея выкупа! Вот, что сделал Христос! В чём суть православной точки зрения? Первое, хочу сказать, оно отрицает вот это внешнее понимание. Ведь суть-то зла в чём была? В повреждении! Человеческая природа стала смертной, тленной, страстной! При чём тут выкуп? Человек, если вор, так он и остался вор! Воровство в нём так и сидит! Суть-то в чём надо? Искоренить саму страсть этого воровства! Или поскольку он смертный, он так и умирает! Саму смерть нужно уничтожить! Как? Я вам скажу, что есть замечательные строки в послании к евреям. Послание к евреям – это вторая глава, на которую я прошу обратить ваше внимание, поскольку здесь мы находим суть понимания того, что совершено. Зачитываю. Ибо надлежало, чтобы тот... Тот с большой буквы, речь идёт об Отце, о Боге. Надлежало, чтобы тот, для Которого всё и от Которого всё, приводящего многих сынов в славу и дальше – вождя спасения их, то есть нас, вождя спасения их, совершил через страдания. Это послание к евреям, вторая глава, десятый стих. Прошу обратить ваше внимание. В этом – это коренные слова, это суть. Ещё раз вам напоминаю, я, может, говорил, сколько раз ко мне обращались учёные, вот, высочайшие вишины, что сделал Христос, объясните! Мы ничего не понимаем! К вам будут обращаться! Объясните! Это центральный вопрос христианства. Потому что, если мы этого не понимаем, тогда всё наше христианство рассыпается вообще. Что он сделал? Снял вину? Но это можно только ухмыльнуться. Перед кем снял вину? Он сам – Бог. Перед самим собой, да? Так вот, ещё раз обращаю ваше внимание. Значит, вождя спасения, вождя, то есть Христа. Кстати, скажу вам, вот наш русский перевод. Посмотрите, и увидите. Вождя с маленькой буквы написано. Вождя спасения их, о Христе! Но дальше слово «совершил через страдания». Прошу вас обратить внимание, как это можно? «Совершил через страдания». Вы понимаете слово «совершил»? Сделал! Что совершил? Вождя совершил через страдания. Вы понимаете по-русски? Вот вам перевод. А ведь там-то стоит греческое слово «телиосе». То есть, вождя спасения их не совершил, а сделал совершенным через страдания. «Телиосе» – глагол «телео». Греческий, это всюду, если посмотрите дальше это послание, сплошь и рядом, всюду говорится, когда употребляется слово «телео». О чём речь идёт? О совершенстве! Сделать совершенным! Довести до совершенства! Но! Скажу вам! Я думаю, вы посочувствуете переводчикам, когда вдруг они должны были написать страшные слова вождя Христа спасения сделал совершенным. Он был несовершенен? Какой ужас! Что пишет апостол? Что он написал? Оказывается, он написал великую истину. Великую истину! Не случайно я вам перед этим только что напомнил учение о человеческой природе Христа сделал его через страдания совершенным не в смысле духовно-нравственном, а в каком смысле? А дальше я уже зачитал вам Максима Исповедника сделал его безстрастным, нетленным, бессмертным через страдания. Христа самого! Не нас, не нас! Мы как умирали, так умираем! Как грешили, так грешим! Нет, нет, не нас! В том числе и верующих людей! В нём, в нём самом это произошло, а не в ком-нибудь! Вот, оказывается, что произошло-то! Исаий Отшельник пишет, «В себе он возвратил извращённое естество к естеству первобытному». Слышите? В себе! В нём произошло это! Не в нас, а в нём! Таким образом, он спас человека! Обращаю ваше внимание, друзья мои, обращаю ваше внимание, мы касаемся важнейшего положения христианской религии. В себе! Не в нас, а зачитываю! В себе он возвратил извращённое естество к естеству первобытному. Таким образом, он спас человека! Преподаватель Максим Исповедник что пишет? Совершенно истощив в себе пагубный яд их злобы, полностью уничтожил его в естестве человеческом и, обращаю внимание, и завлёк себя во время крестной смерти начала и власти. Опять повторяю вам, Себя! Не с нас! Кирилл Александрийский пишет, в воскресенье сыну человеческому было возвращено бессмертие, слышите? Было возвращено! Ещё раз вам подчёркиваю, бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Слышите? Прошу обратить ваше внимание! Мы говорим о кресте, и воскресенье – это единый, неразрывный акт, вы же понимаете! Которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресенье, когда Он воскрес, смерть уже более не господствовала над Ним! Слышите? Над Ним уже более не господствовала, когда Он воскрес. Не над нами, над Ним! И всю природу Он удостоил этого совершенства! Тот же читаю вам. Он сам после воскресения облёгся благолепием и нетлением, как человек облёгся, то есть то, чего не было у Него. Вот, оказывается, что Григорий Богослов пишет, главное одно моё совершенствование, воссоздание и возвращение к первому Адаму через то, что сделал Христос самим собой. Я обращаю ваше внимание, значит, на что? Видите? Принципиально другой взгляд. Ничего внешнего, никакого снятия вины, об этом даже речи не идёт о святых отцах. Они говорят о процессе, который произошёл во Христе. Вождя спасения их сделал совершенным через страдания Его, Христа, не нас! Вы слышите, в чём совершенно потрясающая мысль, который Запад читает и не видит. И, кстати, посмотрите, откройте наши догматические учебники. Вы найдёте там это послание к евреям, вы найдёте там это цитирование, это понимание, что в себе самом он совершил исцеление, своего естества, свою человеческую породу сделал бессмертной, нетленной и бесстрастной, свою, свою, не нашу. Я вам скажу, какое это имеет значение, это потом. Потом я сейчас обращаю ваше внимание, насколько совершенно другое понимание совершённого Христом дела. Совершенно другое! не внешнее, не торг, не суд, не выкуп, а исцеление. Жертвою Своею Христос исцелил повреждённое человеческое естество, которое Он взял на Себя. Его Он исцелил через страдания. исцелил, а не избавил от суда. Я прошу вас обратить на это внимание, поскольку здесь мы находим средоточие. Первое средоточие того, что совершил Христос, оказывается, не вне себя, а в себе. Второе, какие из этого следствия мы об этом с вами поговорим? Потому что, ну, естественно, в себе, ну и что, нам? Не правда ли? Об этом мы и поговорим, что, оказывается, не исцелив своей природы, ничего невозможно было сделать и в отношении человечества как такового. исцелить. об этом мы поговорим. А сейчас я хочу ответить на некоторые вопросы, которые связаны с этим пониманием жертвы Христовой. Почему Бог не спас человека своим всемогуществом? Почему он не мог исцелить? зачем потребовался вообще Крест? Он же Бог. Это вопрос, который вам будет поставлен. Ответьте, почему он не Бог? Зачем Крест? напоминаю вам. Кстати, вопрос, на который вы тоже не найдёте ответов. Я просто делюсь с вами мыслью, может, вам пригодится, потому что вы не найдёте ответов. К сожалению, вот читаешь, сколько, и, увы, на это ответа нет. Вот так, множество слов и больше ничего. Напоминаю вам, что весь тварный мир, в том числе и человек, и прежде всего человек, есть нечто иное, как осуществление по-гречески усиосис, вот усия, сущность, как осуществление божественных энергий. И сказал Бог, да будет, и стало так. Что такое и сказал? И сказал. Видите, я говорю, энергия. Бог сказал, и стало так. Тварный мир является осуществлением его энергии. но не сущности. Об этом очень хорошо пишет святитель Григорий Палома. Так? Так вот, дело-то какого рода. Все законы нашего бытия, даже природные законы, уж тем более духовные законы, они, будучи энергиями божества, неизменны. Это же Бог! Как Бог неизменяем, так и всё то, что Он творит, это Его действия. Они также носят неизменный характер. Так? И отсюда давайте обратимся к этому факту. Какой закон мы наблюдаем в своей жизни? Что требуется для того, чтобы исправить повреждённое? мы знаем, что труд, подчас страдания, болезни и так далее. То есть невозможно исправить повреждения без чего? Без усилий! Причём эти усилия могут носить самый различный характер. От минимального до бесконечного. такого закон вот отсюда и открывается, что вот это повреждение человеческой природы, которое произошло вначале, оно не могло быть исцелено без соответствующего, если хотите, подвига, труда, страдания. Так же, как иногда, знаете, герои идут на смерть для того, чтобы исцелить, то есть спасти свой народ. Смерть за смерть! Даже так! Недаром вот на Пасху мы будем скоро петь смертью смерть поправ. Закон! Это свойства Божьи, то есть! Вы говорите, почему Бог не мог спасти всемогучством? Это равносильно тому, что сказать, а почему Бог не может создать другого Бога? А почему Бог не может стать другим Богом? И так далее. Бог неизменен! Он начало и суть, сущность всего бытия! и поэтому в данном случае мы сталкиваемся с законом бытия, который Бог не может изменить, поскольку это Его свойства. Бог не может менять свои свойства, иначе это не Бог. Вот в силу этого и потребовалось вот то повреждение, которое произошло в человеческой природе, повреждение, которое несло за собой смерть, и оно требовало соответствующих, если хотите, усилий или подвига, страданий и смерти для того, чтобы исцелить это повреждение. И святые отцы об этом, как вы видите, всюду пишут, но особенно замечательно в послании к евреям вот это замечательное слово «вождя спасения их совершил». Там греческое «телиосе». Прошу запомнить, это греческое слово, и вам легко посмотреть и в словаре. «Вождя спасения их телиосе через страдания». «Вождя спасения их сделал совершенным через страдания». Вот почему потребовались страдания Христа, а почему он не мог Бог совершить это своим всемогуществом. Василий Великий даже по этому поводу писал, почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности, так, чтобы он не мог пасть, хотя бы и хотел посреди искушений. и отвечает «Василий Великий, обращаю ваше внимание, Василий Великий пишет Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно». Мы об этом ещё поговорим. Слышите? Не вынужденное, а совершаемое добровольно. Мы касаемся с вами какого вопроса? почему человек может спастись только каким актом? Добровольным, а не сверху вынужденным со стороны Бога. Человек был бы не человеком, если бы он не мог пасть, не мог отпасть от Бога. Он мог отпасть, он добровольно должен вернуться к Богу. Но в данном случае речь идёт о чём? О необходимости исцеления человеческой природы. Эту природу исцелил в себе Христос, не в нас, а от нас теперь уже зависит, примем ли мы это или нет. От нас недаром апостол пишет, что он начаток воскресения, первенец из мертвых и так далее. От нас зависит, принять это или нет. Как это принять, об этом мы с вами поговорим. Вот, а в отношении вот того, что я вам сказал, что мы существуем по законам божественным, то есть, что значит законам? Лучше сказать, свойствам божественным. Эти его свойства являются для нас законами. Я хочу вам привести замечательные слова Григория Паламы. Он пишет, вам это очень будет интересно и пригодится много раз. Его эти слова. Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему всё причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, мира, чтобы нам через духовное созерцание Его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира. мира. Вот вы видите, как? В причастности не к Его сущности, а к Его энергиям. Отсюда мы видим и вот действие Христа на человека. Значит, подчёркиваю ещё раз, что суть жертвы Христовой исцелить саму природу человеческую, воспринятую Христом. Кем Христос назван? Вторым Адамом. О, здесь ключ! Мы рождаемся от первого Адама как? Стихийно нас никто не спрашивает и несём в себе всё повреждение, которое возникло в первом человеке. Здесь мы сталкиваемся с чем? О! Христос в себе исцелил. И от нас зависит теперь, от нас зависит, пожелаем ли мы духовно родиться от Него. То есть воспринять эту новую человечность в себе. От нас уже это зависит. Но об этом мы ещё с вами, друзья мои, поговорим. Поговорим, да. Два слова хочу сказать ещё на вопрос, конечно, такой достаточно ну, может быть, формальный формальный вопрос, но иногда его задают. Да, и поэтому вам на всякий случай, может быть, надо иметь ответ. Речь идёт, кому принесена была жертва Христова? Кому она была принесена? На этот вопрос я вам отвечу словами двух святых авторитетов, которые дают исчерпывающий буквально ответ. Преподобный Максим Исповедник писал, Христос преподнеся как благий всё достигнутое им тем, ради кого он стал человеком. Понятно? Христос, в общем, как благий преподнёс всё тем, ради кого он стал человеком. Слышите, кому он преподнёс это? Отцу? Ну, впрочем, я вам сейчас зачитаю вторую мысль святителя Григория Богослова, который уже чётко расставил акценты. Послушайте его. Остаётся исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующее исследование. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная, Бога и архиерея и жертвы? Кому и для чего? Мы были во власти лукавого, проданной под грех и сластолюбием купившей себе повреждения. А если цена искупления даётся не иному кому, как содержащему во власти, то есть, вам понятно, дьяволу, то спрашиваю, кому и по какой причине пронесена такая цена? если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления? А если отцу? То, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна. Тоже нет! Дьяволу нет! Отцу нет! Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, то есть по совершению спасения, но по домостроительству и потому, что обращаю ваше внимание на следующие слова, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы Он избавил нас. таковы дела Христовы. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Понятно, о чём идёт речь? Кому принесена жертва? Когда спасаем другого человека, кому мы жертву приносим? Отдавая всё своё, только бы спасти его, кому принесли жертву? Ему, конечно! Так и Христос оказывается не дьявол, у которого были в плену. Нет, нет! Разбойников, как пишут, как это есть лукавому, то как сие оскорбительно! Ну, ещё бы! Отцу! Да разве отец меньше любит, чем сын? Разве троица не единосущная? Нет! А человеку нужно было осветиться человечеством Бога! Каким человечеством Бога? Воссозданным, совершенным! Вот, оказывается, кому принесена жертва Христова! И вот по какой причине осветиться человечеством, вот этим исцелённым человечеством Христа! Вот, оказывается, кому! Вот в чём суть дела! Вот так, друзья мои! Мне хотелось вот донести до вас эти вещи, а некоторые я оставил без внимания, без внимания оставил такие вещи, которые к сожалению, подчас очень смущают многих людей. Речь идёт о чём? Вот я не комментировал, в общем-то, не цитировал катехизис католической церкви, но прошу, прошу вас запомнить, вот я вам могу процитировать, Иисус возместил нашу вину и принёс Отцу удовлетворение за наши грехи. Можете себе записать эту цитатку, поскольку это вот такой катехизис, вы видели всё, католический катехизис, я оттуда это взял. Представляете, в чём суть? Ни о каком исцелении, что вы? вину! Иисус возместил нашу вину и принёс Отцу удовлетворение. Отец Сыну принёс удовлетворение за наши грехи. Да разве Отец меньше любит, чем Сын, как пишет Григорий Богослов, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Это в катехизисе цитируется Триденский собор. Оправдание! Вы слышите, что творится-то? Оправдать, снять вину совершенно не касаются природы человека. Царство Божие – это царство святости, а не царство невиновности. Я вор, разбойник и негодяй, но там буду в Царстве Божьем. Почему? А с меня вину сняли. Да что это такое? Патриарх Сергий Старгородский так и пишет. Какой ужас! Это наследует вечную жизнь со всеми страстями, вечно жить и вечно мучиться страстями. Только потому, что снимается вина за мои грехи. Вот, вот, слушайте, говорят, какая разница! Не всё и равно! Вы подумайте только! Если православие говорит об исцелении природы человека, то здесь вину сняли! Ха-ха! Ура! За меня заплатили! Поехали дальше! Знаете, как это бывает, правда же? в жизни сплошь и рядом! Вину сняли! Да! Там ещё какая идея есть в католицизме, которая очень-очень опасная? Помните, Франциск Осидский? Да, как он молился Христу о двух милостях. Первое, чтобы пережить все страдания, которые перенёс Христос. Второе, пережить всю ту любовь, ради которой он пришёл. Но главная-то суть подвига, в чём её состоит франциско-осидско? Компассио, то есть сострадание Христу. И, оказывается, это сострадание Христу и является искупительным для человека. И, более того, не просто для него самого, а, оказывается, оно может быть искупительным и для других людей в зависимости от праведности этого человека. И в этом вся суть, оказывается, подвига христианина. В чём сострадать Христу? Вы послушайте опять! «Не исцелиться от моей злобы, лукавства и лицемерия! Нет-нет! А пострадать вместе с ним!» Посмотрите, как это благородно! «Не исцелиться от страстей!» И, собственно, то же самое пишет наш этот старец Сафроний Сахаров. Он, цитирую вам, если хотите, кстати, вы должны иметь это в виду, что он пишет. Недаром он там, вот на Западе это так долго, он усвоил себе буквально эту идею Франциска. Цитирую! «Господь страдал за всех нас, его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей попадения Адама. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в его страдания, и переживать все, если возможно, как и он сам, как и он сам, так и только так познается Христос истина». Слышите, чем познается? Чем познается? Пережить все страдания, как и он сам, не очищением души, не блаженно, чисто и сердцем. Да ну что вы! На что акцент делается? Только так, вы подумайте, так и только так познается Христос истина. Душа видит Бога по силе жития, блаженно, чисто и сердцем. Где взяли, откуда эти взяли, такие вещи, что своим подвигом сострадания оказывается, я постигаю Христа? О, как можно, можно исказить саму основу духовной жизни! Чистость сердца подменяется геройством моих страданий! Да, он пишет, пишет даже Сафроний Сахаров дальше, отсюда, как бы нам урок, каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Поняли теперь? Вы поняли? Будем молиться за весь мир, искупляя его нашими молитвами. Голубчик, не прежде ли себя я должен очистить, а я уже молюсь за весь мир? Слышите? Целуйте мою туфлю, искупляя его нашими молитвами. Вот все мы говорим часто – прелесть. что такое прелесть? Вот вам прелесть! Я уже молюсь за весь мир, искупляя – это его слова – мир нашими молитвами! мир 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 Продолжение следует...